для компании больше, чем все остальные машины. Модель была представлена в 79-м году и с изменениями выпускалась вплоть до 92-93-го годов. В ней все еще чувствуется богатое наследие авиастроителей. Она проявляется в дизайне, особенно в огромном лобовом стекле, стойке которого можно увидеть лишь боковым зрением. Ну что можно сказать? Настоящий истребитель, если хотите, конечно. СААП-9000 СААП-9000 начал выпускаться в 85-м году. Он соответствовал философии фирмы, был оснащен турбонаддугом. Покупателям предлагался скоростной роскошный автомобиль с небольшим расходом топлива, быстрым разгоном и богатым оснащением. СААП-9000 постоянно получал призы за безопасность. В Швеции независимый анализ статистики ДТП показал, что 9000-й самый безопасный автомобиль. СААП всегда был синонимом безопасности. Это верно. Машины вобрали в себя весь опыт, накопленный в сфере создания самолетов. Самолет не выпустят в небо, если нет уверенности, что он полетит. СААП не выйдет на дорогу, пока на фирме не убедятся, что он абсолютно безопасен. Скандинавия и Швеция, в частности, отличаются от остальных стран тем, что у нас на дороге выходят лоси, большие, тяжелые животные с длинными ногами. Если случайно врезаться в него, то он может влететь в стекло, и салон будет уничтожен. Мы проводим специальные испытания, чтобы убедиться, что машина выдерживает лосиный тест, на который у нас имеются особые стандарты. Один из самых тяжелых тестов на выносливость, который выдержал СААП-9000, длительные заезды на кольце Таладега, что в пустыне Алабама. Три автомобиля гоняли в течение трех недель со средней скоростью 160 км в час. Исключая смены водителя и обслуживание, машины не останавливались в течение трех недель. Тем самым СААП доказал, что мотор с турбонаддувом может быть чрезвычайно надежным. Мне кажется, это было вполне убедительно. Лично я считаю СААП-9000 великолепной машиной. Я езжу на ней уже шесть лет, и у меня нет причин менять ее, ведь это именно то, что мне нужно. Отличная устойчивость, комфорт, простор для семьи из пяти человек, большое пространство для ног, экономичность и все остальное. На самом деле это лучший в мире автомобиль, и я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы стали ездить на девятитысячных в восемьдесят девятом. Как гоночная команда, мы поняли, какой потенциал заложен в шасси. Прекрасная управляемость, мощный мотор, отличные тормоза. Многие в фирме СААП и за ее пределами говорили, что машина не победит. Мы настаивали на своем, и начав с двухлитрового хэтчбека на СААБе 2.3 CS. В девяносто втором году мы выиграли британский чемпионат. В восемьдесят седьмом году мы отмечали юбилей авиастроительного подразделения, где самолеты демонстрировали, на что они способны, и все такое прочее. В Скане я демонстрировала тяжелые грузовики и тому подобное. Наш директор по рекламе сказал, что и мы не должны ударить в грязь лицом. Я попытался что-то придумать, и получил шоу. Мы ездили на двух колесах, прыгали с трамплина, и все такое. И, надо сказать, разбили несколько машин, пока у нас не стало получаться. Мы хотели показать, как легко водить СААБ. Поэтому мы используем только серийные машины, стандартную резину. Водители вовсе не каскадеры, все они работают на заводе. Фирма СААБ никогда не шла на компромисс по части дизайна своих машин, начиная от ранних двухцилиндровых моделей и кончая современными девятисотыми и девятитысячными. Они все делают по-своему. Покупатель может любить их или ненавидеть, это его право. Мне кажется, они провели какое-то маркетинговое исследование, что нравится владельцам СААБа. В принципе, это важно при продаже любого товара. По-моему, покупатель СААБа не укладывается в определенные рыночные категории. Этого человека трудно классифицировать. Слишком разные люди пересаживаются на СААБ, потому что они индивидуалисты. В компании все еще есть проблемы с рекламным имиджем. Большинству людей сложно определить, откуда же эти машины. Но в последнее время это становится даже преимуществом. Во время кризиса владельцы компании поняли, что если купить новый Мерседес или БМВ, трудно будет оправдаться перед уволенными сотрудниками. А ведь за те же деньги продается автомобиль сравнимого качества, но без определенного имиджа. Можно приобрести новенький СААБ, и сотрудники будут не слишком расстроены, как если бы вы купили БМВ. СААБ стоит дороже, чем его одноклассники. В фирме ни к чему рекламировать себя на каждом углу. Просто в беседе в гольф-клубе или в баре вы всегда можете сказать, что ваша машина не похожа на другие, она необычна, и вы вряд ли встретите на одной стоянке что-то подобное. Мне кажется, в основе имиджа СААБа лежит то, что это шведский автомобиль. Шведская культура весьма консервативна. Шведы не станут кричать, как хороши их машины, они предложат вам убедиться в этом самому. Возможно, у вас возникнет ощущение, что эти автомобили скучны. Но, по-моему, со временем СААБ докажет, что вы просто не правы. Редактор субтитров А.Семкин